Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена. Где нужны ники, обычно Келлини. Я нахожусь в Новоавиатском районе города Кирова, в районе, который называется Ёлки-парк. Он хорошенький, красивенький, новенький, такой, скажем, элитный. И здесь красивые домики, таунхаусы. И многие из них украшены гирляндами. Давайте поглазеем. Вот первые домики. Дара, я тут гуляю с собачкой. Придется мне за ней немножко следить. Стоять, ждать. Сейчас подождите, перейдем, я дальше расскажу. Стоять! Ох, собачка-балабачка у меня. Ну давайте, он заглядывается на этот домик, потому что в нем живет собачка Сема, с которой мой Дарик дружит. Дар, не уходи! Вот смотрите, как интересно. Я видела, не то, что как покупали. Дарик! Дарик, вернись! Вернись! То есть вот где стоит ёлочка, в этом домике как раз живет Сема. Я видела, как хозяева устанавливали. Ну не ёлочку, как гирлянды вешали. Поставили они сначала старую ёлочку, а потом поставили вот такую новую, красивую, специально купленную. Вот этот домик мне рассказывал, где они покупали гирлянды, давали даже ссылочки на Вайл Бересе брали. Это не реклама, это просто так. Вот, потому что мы там не купили, мы покупали в другом месте. Смотрите, гирлянды бывают вот такая бахрома, а бывает вот это внизу, которая, по-моему, называется сетка. Давайте ещё посмотрим. Здесь вот такой ледяной свет, 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 свет гирлянды, да? Вообще домики распределены так, что вот это крылечко, которое вы видите, видите, там две дверки. То есть это две разных семьи, два разных домика. Но, ну, как бы в домике вообще восемь квартир. Вот я вам показываю два подъезда, в каждом по два входа. Квартиры трёхэтажные. Но иногда соседи договариваются и покупают одинаковые гирлянды. Видите, здесь вот купили одинаковые гирлянды, так красиво, интересно смотрится. Таунхаусы здесь, видите, с двух сторон. Вот с левой мы смотрели, там гирляндочки уже, и с правой. Правая считается более элитная. Но, смотрите, гирлянд на них почему-то не так и много. Ну, может, не во всех, конечно, домиках живут. Но вот здесь есть. И я бы сказала, что очень красиво украшено. То есть здесь каждая крылечка, это как бы тоже отдельная квартира. Видите, с такими колоннами сделаны крылечки. Да, тут красивенько мне очень тоже нравится на крыше. Это, знаете, когда покупаешь гирлянду на каких-то сайтах, обязательно есть фотографии домиков, в большинстве случаев импортных, где показано, как красиво можно всё позавесить. Очень много вот так вешают на крышу. А у нас на крышу немного вешают. Во-первых, наверное, как бы... Я даже не знаю, как они подвесили. Неужели вышку вызывали? Потому что ни с какой стремянкой здесь не заберёшься, да? Вот. То есть, во-первых, высоко вешать. Во-вторых, я думаю, что это недёшево, скажем так, выходит. Давайте ещё посмотрим на другой стороне. Дарик, Дарик, Дарик! Не бойтесь, не бойтесь. Дарик, иди сюда! Ай, вот мы следили, убежали. Молодец. Хороший мальчик. Ох, с собаками-то, да? С собаками-то ночь во дворе. Уж никого не ждали. Ну, давайте ещё досмотрим немножко. Смотрите, какие гирлянды в виде её этих звёздочек, да? Красиво. Получается, кстати, в этом домике живёт собака. Вот, видимо, Витя. Тоже соседи договорились и сделали одного типа. Ну, тут звёздочки только разных цветов, да, получается. Ну, крылечко общее увешано. А тут, видите, обвели крылечко. Вот ещё раз этот красивый домик покажу. Ой, там моя непослушная собака носится. Ну, вот ещё этот элитный ряд таунхаусов, которые я вам говорила. Да, тоже там есть немножечко гирляндочек под крышами. И, в общем-то, на этой стороне всё. Вот эти таунхаусы, которые вроде как попроще. Тут тоже есть гирляндочки. Сыненький цвет мне очень нравится. В большинстве идут жёлтые гирлянды. Как бы, я хотела сказать, потому что их больше продают. Ну, да, их больше продают. Но, наверное, их продают больше как раз потому, что они пользуются большим спросом. Вот. А пользуются большим спросом, наверное, потому что они очень яркие. Сразу привлекают внимание. Но когда какие-то идут необычные цвета, это, конечно, интереснее. Ах, что-то моя псина нашла.